Спасибо доктору. Общественные награды от Совета ветеранов Управления Росгвардии по Крачао-Черкесии нашли своих героев. Медицинские сотрудники, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, были отмечены благодарственными письмами и медалями ведомства за самоотверженный труд и спасение жизни в период пандемии. Фатима Даурова продолжит тему. Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, водители скорой помощи, люди, которые продолжают трудиться на самом трудном участке, в красной зоне. И решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно им. Сменив белые халаты на защитные комбинезоны, они встали на линию огня, каждую минуту стараясь спасти чью-то жизнь. Ветераны боевых действий, как никто другой, знают о самопожертвенности врачей. Полевых докторов, которые не раз спасали их, оказывая медицинскую помощь прямо на поле боя. Жертвуя собой, спасти другого человека. На это нужно не только характер, нужно волю и любовь к родине. Любовь к своей стране, к своей семье, к своему дому. Только когда в таком случае человек готов на жертву. Это непросто и не все способны. А врачи, они жертвуют собой, особенно вот кого мы награждали, это госпиталя ковидные наши. Они входят в красную зону, смертельно опасный вирус. Они каждый день жертвуют частицу себя, жертвуют своей жизнью ради спасения других. Председатель Совета ветеранов Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Сергей Кузнецов поблагодарил медиков за их выдержку, профессионализм, за выполнение гражданского долга и вручил им награды, которые были специально учреждены ведомством для них. Медали за самоотверженную борьбу против коронавируса и благодарственные письма. Орденом Гиппократа, высшей общественной наградой за выдающиеся успехи в области здравоохранения был удостоен главный врач медико-санитарной части Черкеска Борис Б. Тимрезов. Для нас, медиков, очень важно, что общественность понимает, в каких тяжелых условиях приходится работать, выполняя свой долг и спасая жизни. Делится мэтр медицины. Хочется отметить особенно медицинских работников, которые работают в госпиталях. Мне очень жалко их. Я, если бы позволил мой возраст, я бы стоял рядом с ними. Я вижу, как они валятся с ног. Очень тяжелый труд. Сравнивали когда-то с трудом шахтера. По-моему, ни в чем не уступает. Даже намного больше риска сейчас у работников, которые работают в госпиталях. Свою работу в самом пекле, в больницах и на скорой, превратившихся в одну сплошную красную зону, бойцы ковидного фронта принимают как должное. Они практически живут в госпиталях, чтобы каждый больной мог задышать самостоятельно полной грудью. Хатим Адорова, Максим Долгов, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия.